Пасха – самый главный христианский праздник. Он символизирует победу жизни над смертью и традиционно считается важнейшей датой в православном календаре. Так, в Казанском женском монастыре все дни Страстной недели, параллельно с напряженными богослужениями, идет подготовка к встрече праздника. К Пасхе мы, прежде всего, готовим наше сердце, чтобы оно было чистым от страстей. Для этого и дан был Великий пост, чтобы мы покаянием очистились от грехов. Ну, а, конечно, как мы люди, которые тоже хотят встретить и телесно порадоваться на Пасху, то мы готовимся и трапезу готовим пасхальную, храм к Пасхе готовим, облачения все меняются на красный цвет. У нас очень много аналоев, больше 20, и все вот такие вот мы салфеточки эти готовим, гладим их, смотрим, чтобы они были чистенькие, поглаженные, такие вот они нарядные. И потом мы еще выставляем посередине храма плащаницу. Плащаница – это такая большая, большой уже как бы аналой, и на нем лежит икона Господа. Ее украшают полностью цветами, венок такой делают, и на все иконы. Еще у нас будут букеты по всему храму. А когда пасхальное богослужение заканчивается, у нас такое обычае есть, что всем прихожанам мы дарим маленький куличик и яйцо украшенное. Монастыр в честь Казанской иконы Божьей Матери в Раздольном появился в 1998 году. На его территории большой храм и два жилых корпуса. В одном живут монахини, другой – братский, там живут мужчины. Также на территории есть своя теплица, курятник и недавно построенный коровник. Монастырь – это некоммерческая организация, живет и строится только за счет пожертвований паломников и его посетителей. В монастыре сейчас 15 человек, все монахини уже в возрасте. Живут в кельях в одиночку или по двое, распорядок дня всегда один. Подъем в 4.30 утра, к пяти все сестры приходят в домовый храм, зажигают лампадки и около двух часов совершают монастырское правило – читают молитвы. Всегда мы на каждом правиле молимся за воинов, нам присылают имена, чтобы мы за них молились. Ну и за всех, кто у нас просит молитвы, молимся. У нас очень много тетрадок с именами. Все монахини, которые здесь живут, отреклись от мирской жизни очень давно. Матушка Феодосия в монастыре уже 20 лет. Говорит, что ушла сюда только из-за любви к Богу. Я была очень обеспеченным человеком. У меня была сеть магазинов кондитерских. И были дети. Я вдова тоже. У меня была прекрасная семья. Дети были очень послушные. Но все было. Но я не видела смысла вот в этом. И вот мне совершенно как-то потерялся смысл в мирской жизни. И когда я пришла в монастырь, я поняла, что вот здесь полнота жизни. Это поймешь только, когда здесь поживешь. И поймешь, что здесь вот все как-то смыслом пропитано таким особым, духовным. И духовная радость, она просто несравнима с мирской. Жизнь в монастыре как будто бы остановилась. Здесь тихо и очень спокойно, размеренно и неторопливо. Монахини живут эту жизнь с молитвой и надеждой, что огонь веры зажжет и осветит сердца тысячи людей. В каждом доме символы Пасхи. Это красное яйцо, твороженая Пасха и сдобный кулич. Все имеет собственную символику. Например, твороженная Пасха символизирует гроб, в котором был погребен Господь. Пасхальный кулич – это домашний вариант Артаса, который должен символизировать собой Христа. А что касается яйца, то из него возникает новая жизнь. Так и мир заново родился через воскресение Христова. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.